Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградорству и виноделии. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас с вами инвестация. Пробуем, что мы будем урожая прошлого года, 2022, из сорт Антони Велики. Сразу маленькое предисловие. Антони Велики вообще-то сорт столовый. Но так сложилось, что однажды мы решили попробовать сделать из него вино. Результат нам понравился. Делаем мы уже это вино несколько лет подряд. Попробовали разные технологии. Технологию по красному, технологию по белому. Результат нам нравится. Поэтому мы продолжаем делать вино из него. Вообще сорт с неплохим сахаром. Порядка 17-18% он набирает. Также у него есть хорошая кислинка, что на самом деле для виноделия очень и очень важно. И хорошая сокодача. Буквально ягоды можно ладошкой сжать и получить из них сок. То есть это тоже очень удобно. И по всем этим критериям он проходит. Единственный недостаток, который у него есть, оно не очень хорошо осветляется. И сегодня вы это увидите. Вообще на самом деле следует сказать, что некоторые белые вино, вино из белых сортов, могут плоховато осветляться. Но это связано с химическими особенностями винограда. В том числе белого. В красном, вот красящие вещества и вяжущие вещества, танины, они помогают осветлению. Белые у них этого недостаточно. Но некоторые сорта могут лучше осветляться, некоторые хуже. Вот Антоний осветляется не очень. И в предыдущие годы мы ему помогали. Ну, если чуть-чуть помочь, тем же желатином, то прекрасное блестящее вино получается. Но в предыдущих дегустациях я уже рассказывала, что мы решили в прошлом винодельческом сезоне нашим винам никак не помогать. Вот какими сделала природа, пусть они такие будут. Помогали мы осветляться только едристым, только по технологии пятната, потому что совсем мутное сусло заливать в бутылку не совсем удобно. И в дальнейшем с ним работать будет слишком большой осадок. Всех остальных мы решили, все, никак не помогаем. Как есть, так есть. Это первое. Второе. Еще с прошлого сезона мы решили, опять же, никак процессы не ускорять. Вот наше вино. Мы поставили его бродить. Наступила осень, наступила прохлада. Мы из деревенского дома уезжаем в город. Вино оставляем в деревенском доме. Там становится прохладно, брожение может замедляться. Мы не смотрим, не наблюдаем и ничего вообще не делаем. Приезжаем весной. Нет, ну, конечно, мы периодически приезжаем, немножко дома подтапливаем, чисто чтобы поддерживать такую температуру, чтобы там водичка не замерзала. Но не более того. Приезжаем весной, смотрим. Как правило, весной у нас начинается повторное брожение. Возможно, это яблочное молочное брожение завершается. И мы тоже ничего не трогаем. Снимаем с осадка один раз вот осенью, перед отъездом. И потом второй раз, вот наступает лето, мы видим, брожение остановилось. Мы второй раз сняли с осадка. Все. Вот получилось наше вино. То есть мы его не торопим. Но сейчас откроем бутылку и посмотрим, что же у нас там. Смотрите, бутылка, да, у нас в наклонном положении. Там снизу осадочек есть. Розлито было месяца два назад. Сейчас у нас конец сентября. Да, примерно где-то в июле я все это разливала. Вот все пытаются ловить свет. Смотрите, вот некоторые осадочек в бутылке есть. Итак, открываем аккуратненько бутылку. Вставляем бокал. Сегодня у нас жуткий ветер. Поэтому такая обстановочка не очень. Достаем бутылочку. Смотрите, я так долго рассказывала вам, что мы ничего не осветляли. Я так показывала осадок. Ну, в бутылке все, оно доосветилось. Да, в бутылке осадок есть, но есть подставка для этого, для сервировки. И, в общем-то, прозрачно здесь на уровне. Хотя буквально еще недели три назад оно было такое немножко мутновато, аполисцирующее. Вот кто знает, что это такое, то поймет. А сейчас уже вполне себе прозрачное. То есть иногда нужно совсем немножко времени для того, чтобы вино пришло в норму. Да, конечно, если мы оклеиваем, то оно будет прямо вообще блестящее. Здесь, ну, оно не такое блестящее, тем не менее. Если бы я вам не сказала, то большинство бы и не заметило. Ну что ж, будем пробовать. Ну, как всегда, первое, что мы оцениваем, это, конечно же, запах. Ну вот запах, скажем так, классических белых вин. К сожалению, моему большому я не обладаю вот этими вот навыками сомеле и дегустаторов, которые умеют красиво и правильно расписывать и идентифицировать запахи. Поэтому я с вами разговариваю на таком же простом языке, как говорится, что услышала, то увидела, то вам и рассказываю. Так вот, если мы возьмем большинство белых вин, ну, в принципе, там, шардонессы, мион-бланда, не вдаваясь вот в эти их там очень специфические запахи, то такой классический запах белого вина. Причем, знаете, что интересно, что запах довольно яркий. Вот мне кажется, что у Антони он был более приглушенный, но вот в данной конкретной бутылке прям он такой выделяющийся. Чуть-чуть взболтали, запах усилился, аромат усилился. И, как мне кажется, появились какие-то вот цветочно-цитрусовые ноты. Они очень тонкие. Опять же, вот говоря на простом языке простых людей. Когда вот я, например, опять же, как простой человек, читаю описание вин, клубни, камани, на вишне, цитрус, ты пробуешь и где? Где вот это все? На самом деле эти нотки очень тонкие, но вот то, что я могу идентифицировать, это цветы такие медовые, луговые и легкий-легкий цитрусовый запах. Как вот мандаринку съели, да, и чуть-чуть вот осталось, или где-то мандариновая шкурка вот она лежит. Чуть-чуть от нее запах не яркий, когда мы только начинаем ее чистить, а потом вот такой финишный. Касаемо вкуса. Вкус такой спокойный, приглушенный, приятная кислотность. Для тех, кто не знает, кислотность это не кислота. Кислотность это то, сколько слюны у нас выделяется в ответ на глоток напитка. Но опять же, если говорить простым языком, то это приятная кислинка, которая такая очень освежающая. Я тоже раньше читаю именно терминологию, я, например, не могла понять, что такое вот хрустящее мину. С Антонием я это поняла. Вот у Антонио такое именно оно хрустящее. Есть легкие древесные нотки. Вот кто когда-нибудь именно сжаренную дубовую щипу нюхал или жарил дома, тот знает, о чем я говорю. Но тоже это не сильный дуб, не выразительный, а он такой очень-очень слабый, очень приятный. Ну и также вот те же вкусовые качества, которые присущи большинству таких простых белых вин, вот они присутствуют в Антонио. И вот если говорить о магазинных винах, на что похож Антонио, то Антонио похож на пиногриджио. Мы даже как-то зимой с мужем специально ходили в магазин, покупали, чтобы сравнить, ну очень похож. Да, конечно, это не идентично, но близко. Также остается приятным послевкусие. Немножко сложновато мне его, опять же, идентифицировать, да, но какие-то вот легкие цветы и очень легкие-легкие цитрусы. Что-то такое вот небольшое есть. Чем хорош? Вино легкое, вино спокойное и вино ни к чему не обязывающее. Это то вино, которое можно просто вот в жаркую погоду открыл, выпил бокальчик прохладного, да, и, ну так, немножко расслабился, освежился. Или решил вечером посмотреть какой-то легкий фильм, ему не надо гастрономическое сопровождение. Нет, конечно, можно взять какого-нибудь там сырика, да, легкого, той же рыбы белой, курочки, без обилия специй. Все это можно. Все же, чем хорошо? Вот такое вино, оно ни к чему не обязывает. Ну, можно просто пить, вот, без всего, да, и не думая, с чем его сочетать, не сочетать. Так приятное кино, да, там, какой-то такой приятный вечер. Единственное, что, ну, это больше вопрос настроения. Понимаю, что скоро у нас осень, да, несмотря на осень на календаре, все-таки погода у нас еще такая довольно летняя. Но, тем не менее, мы понимаем, что осень не за горами. И вот, конечно, в такой холодный, пасмурный осенний день, наверное, это не самое подходящее вино, но это больше вопрос настроения. Там хочется чего-то потеплее, да, а оно такое более прохладное. В остальном, повторюсь, да, приятное, легкое, ни к чему не обязывающее. Делали мы его по красному способу. Я рассказывала вначале, что мы Антоний пробовали и по красному, и по белому. Но от белого способа отказались не потому, что не понравился результат. Честно говоря, знаете, я не сильно почувствовала разницу. К сожалению, не сохранилось. Бутылка того, да, было бы интересно попробовать и так, и так. Но глобальной такой вот разницы во вкусе я не почувствовала. И просто белая схема, она сложнее для реализации. Вот там прессование вот это не совсем удобно. Нам проще побродить пару дней на мязге и тогда уже ставить наображение в бутыль. То есть это такой вопрос реализации технологии в домашних условиях. Тем не менее, смотрите, опять же цвет, да, ни окисления у нас здесь нету, ни стал он оранжевым. Но на мяске мы держим недолго. А в прошлом сезоне, наверное, дней 5 мы держали. Ну, вот такое оно получается. В этом сезоне Антони у нас уже снят. Снят с не очень высоким сахаром. Сахар 17. Хороший ПАЖ вообще для белых лин. Там 2,9. Ну, вообще классно просто. Мечтавельное дело. И в этом сезоне посмотрим, как получится. Но мы замачиваемся на шампанское по классическому методу. Вот попробуем. Мне кажется, что Антоний как раз-таки к этому может хорошо подойти. По ароматике, по всему. Возможно, мы кого-то к нему чуть-чуть подмешаем, чтобы было ярче выразительнее. Ну, посмотрим. Вот попробуем его в таком варианте. Потому что этого мы еще и не пробовали. Ну, еще чем хороший Антоний, кроме того, что из него получается такое приятное легкое вино, то у него большая урожайность. Это, конечно, кощунство для виноделов. Но, тем не менее, когда у нас небольшие площади, когда мы не можем там сильно разогнаться, то для нас вот это такая интересная находка. Порядка 18 литров с куста мы снимаем на протяжении уже нескольких лет. Да, конечно, это невеликое вино. Никто на него не претендует. Тем не менее, выпить бокальчик за ужином, либо вечером после ужина немножко расслабиться, и чтобы было приятно, вполне подойдет. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажат кнопку «Счет», ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok